Всем привет! Сегодня готовим блинный шоколадный торт. Торт с вкусом шоколада. Это блины, сразу даже непонятно, что это блинчики. Выбирайте вкусное какао для такого тортика. Готовится очень просто, только нужно напечь кучу блинов. Итак, печем торт. Делаем сегодня шоколадные блины. Мне понадобится 8 яиц. Будем готовить на литр молока. Итак, 8 яиц. Венчиком смешиваем. Миксер для этого не обязательно. Сюда я добавляю сахар. Я добавляю 6 столовых ложек. Но вы по вкусу можете больше добавлять сахара, кто любит. По мне 6 ложек достаточно, плюс сладкий крем. Четверть чайной ложки соли я добавляю. Ваниль добавлять не надо. Здесь у нас какао, и оно перебьет вкус ванили. Поэтому, в принципе, можно не добавлять. Литр молока. На глазок половину молока добавляем в яйца. Отправляем сюда сразу всю муку. Ее можно не просеивать. А вот какао просеять. Очень важно брать вкусное какао. Потому что оно будет преобладать... Ну как, это же коржи шоколадные. И чем качественнее какао, тем коржи будут как из шоколада. Поэтому я беру хороший проверенный какао. Так, когда все смешали, доливаем оставшееся молоко. И перемешиваем. Тесто получается вот такое жидкое. Сюда отправляю один половник, но это где-то две столовые ложки растительного масла. В идеале тесто минут 15-20 должно постоять просто в кухне на столе. И будем печь в блины. Ставим разогреваться сковородку. Я немного ее смазала тоже маслом. На разогретую сковородку я отправляю тесто. Вот так вот сливаю его остаток. И жарим блинчики. Я делаю сразу на двух. Так быстрее. За счет того, что я вот так вот нагинаю сковородку и сливаю немного тесто, блинчики получаются тонкие. Так. Смотрите, как хорошо отходит. Вот так вот печем блины. Вот такие блинчики у нас получилась целая гора шоколадных блинов. Они остыли. Теперь приготовим крем. Крем можно сделать совершенно разный. Можно сделать сметанный, можно приготовить заварной крем. Но, как на мой вкус, очень вкусно делается сливками. Я беру сливки 33%, холодные и сгущенное молоко. Крем получается легкий, воздушный, как вкус от алого мороженого. Торт получается изумительный. Сливки отправляем в миксер. И начинаем их взбивать. Ни сахар, ничего не добавляйте. Просто взбиваем, чтобы они взбились. Вот такие получились взбитые сливки. Без сахара, без ничего. Густые. Выбирайте хорошую проверенную фирму. Добавляем сюда сгущенку. Сразу всю. Теперь взбиваем вместе со сгущенкой. Итак, как собрать такой тортик? Как собираю я? Я беру форму круглую, разъемную, диаметром такого, как мои блины. 21-22 сантиметра. Ну, плюс-минус, да? Беру блинчики. Значит, смотрите. С одной стороны блинчик вот такой не очень красивый, а с одной шоколадный. И вот этой шоколадной стороной вот так вот к стенкам моей формы. Значит, смотрите. Прямо вот так, чтобы к стеночке блинчик лег. Без крема, без ничего. Вот таким вот образом. Блины получаются просто, ой, изумительно вкусные. Значит, смотрите. Вот так вот. Они внахлёст буквально, ну, сантиметрик, полтора внахлёст идут. И тут четвёртый блинчик. Всё. Главное, чтобы к стеночкам формы прилегло хорошо. И здесь я делаю так. Немножко крема. Только на пергамент я стараюсь не находить сейчас, потому что я хочу, если вдруг я захочу переложить потом с пергамента торт, чтобы он хорошо отходил. Так. И сюда приклеиваем первый блин. Ну, вот и всё. Блины это наши коржи, так называемые. Так, чуть-чуть припуск делаем, чтобы не в натяжку потом было. Всё. Собираем торт. Значит, смотрите. Приблизительно по... Ну, столовая ложечка. Вот так вот. Отправляем сюда крем. И размазываем. Небольшим слоем. Полная столовая ложка. Ну, у меня тут, видите, огромная столовая ложка. У меня такая мешалка. Поэтому это где-то две столовые обычные вот такие ложечки. Так. Закладываем следующий блинчик. Всё. И так до самого верха. Итак, у меня закончился крем. Я сюда заложила последний блинчик. Вот так вот перемазываю. Слишком большим слоем тоже не нужно. Торт получается очень сочный. Здесь достаточно крема. Теперь накрываем вот этими блинчиками. Вот так. Сверху наш тортик. Теперь смотрите. Чтобы он был круглый, я беру ножницы, которые использую здесь на кухне. Так. Так. И вот этот край чуть-чуть срезаю. Вот так. По линии формы. Вот так. Итак. Накрываем сверху блинчиком последним. Вот так. Затягиваем это всё добро пищевой плёнкой. И убираем в холодильник на целую ночь. У меня ещё остались блины. Но они никогда лишними не бывают. А если вам много и блинового, и блинного торта, тогда сделайте так, как делаю я. Я обычно раз в несколько месяцев всегда напекаю гору блинов литра на два. Ну, обычных, не шоколадных. И потом вот таким образом их заворачиваю. И вот так вот замораживаю. И потом у меня назад их всегда есть блинчики. А теперь ещё будут шоколадные. На утро достали торт с холодильника. Открываем формочку. Легко открывается, потому что по бокам нет крема. Смотрите, какой он классный получается. Всё, теперь берём пару шоколадку. Или молочную, или чёрную, кто какую любит. Я возьму сегодня молочную шоколадку одну и пару ложек столовых сливок любой процентной жирности. Растопленный шоколад со сливками отправляем сюда поверх торта. Бока я не смазываю. Как по мне, они и так очень красивые, то зачем их смазывать. Я когда промазываю, тут стыки, там где блинчик вот здесь вот отходит, я немножечко промазываю вот так вот шоколадом, чтобы всё приклеилось. Так, разрезаем, смотрим, какой торт внутри. Смотрите, как хорошо режется. Вот такой торт в разрезе получился, очень такой слоёный-слоёный. Ну что, пробуем? Выглядит очень интересно. Вот посмотрите, даже торец в разрезе. Сразу стоишь и думаешь, из чего торт, что за коржи, почему такие тоненькие? Как такие приготовить? На вкус он очень нежный и пропитанный. Крем, как талое мороженое. Это очень и очень вкусно. Необычно. Он шоколадный. Ребята, попробуйте, девчонки, это вкусно. Это необычно, это вкусно. Всем рекомендую. Обязательно приготовьте. Кто никогда не пробовал такую вкусноту и красоту? Ещё на моём канале много вкусно-закусочных блинных тортов. И печёночных, и из обычных блинчиков. Посмотрите, поэкспериментируйте на своей кухне. Но этот рецепт обязательно должен быть у вас. Всё. Челую, люблю. Бывайте, ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно приготовьте блинный шоколадный торт.